Летний сезон футбола завершен финалом за Кубокомпании Алроса. Пять команд боролись за первенство на чемпионате на стадионе «Триумф». Подробности у Златы Курбановой. Финальная встреча между сборной бурятской общины «Тунка» и ветеранов культурно-спортивного комплекса была напряженной. «Тунка» не претендовала на первые места, но ветеранам надо было набрать в этой встрече дополнительные баллы, чтобы подняться на второе место в турнирной таблице. Мы вот впервые как бы собрались выставить на этот турнир команду ветеранов, то есть как бы так уже ветеранов, хотя 40 с лишним лет, что такой ветеран. Ну вот собрались команду такую выставить первый раз на турнир, но и для нас, я думаю, что мы, наверное, все-таки на этом турнире заняли второе место, я думаю, что мы отлично выступили. К сожалению болельщиков, в этом турнире «Тунка» не смогла войти в тройку победителей. Старались каждый матч, хотели хоть одну игру выиграть, не получилось, чего-то в зене не хватило, наверное. Чуть позже состоялось шахтерское дерби между командами «Шахтер» из РССУ и «Интер» Рудника Интернациональной. Игра проходила в дружеской обстановке, ее они посвятили профессиональному празднику. После окончания игр на поле стадиона состоялось награждение. Третье место в турнире заняла команда «Политех». Вице-чемпионами стали ветераны. Верхнюю ступень перестала заняла команда «Шахтер». Турнир превзошел даже наше ожидание, потому что, как видим, до последнего дня практически разрешалась интрига чемпионства. И также была интрига, кто занял второе, третье место. Турнир получился интересным, так как мы его планировали практически. Скоро организаторы начнут подготовку к новому юбилейному сезону. Он пройдет до мая 2018 года. В турнире примут участие команды со всех населенных пунктов района и площадок компаний. Злата Курбанова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». Продолжение следует...